Шейху-Ласхар, главный ашарит мира, их беспрекословный авторитет, которым они гордятся, называют его Хатимат-Уль-Мутакаллимин, венец мутакаллимов, говорит вот это. Также у этого грязного джахмита есть фетвы про то, что запрещено, это официальная фетва Аляхара, запрещено делать такфир христианам и иудеям. Это явный куфр, даже в книгах более ранних ашаритов. А теперь давайте посмотрим, что эта скотина говорит про сторонников сунны и талхида, сторонников сунны и хадиса. Посмотри же, как эти ашариты сначала заявляют, что они очищают Всевышнего Аллаха и очищают его от того, чем Аллах сам себя описал и чем его описал его посланник. А затем же поздравляют христиан, которые отмечают день рождения Бога, называя их своими братьями, поздравляют их с этим. Таким образом, братья для них это христиане и иудеи, те, кому запрещено делать такфир, те, кого надо поздравлять, хвалить. Более того, шейх Уль-Асфар, у него есть слова, где он хвалил Будду, и называл его человеком мира, и хвалил религию буддизма. А, улзу билля, эти слова есть. Давайте я их ставлю в видео. Боудия. И Будда, он, Машаллах, человек мира и прочее, и буддизм классная религия, а вот ваххабизм, а вот сторонники таухида и сунны, это те в чем-то кафире есть разногласия. Эти люди взяли братьями себе, любого кафира, зиндыка и мунафика, призывают к секуляризму, отрицают качество Аллаха, призывают к поклонению могилам и так далее, и порвали, разорвали связи с людьми искренности, с людьми единобожия и сунны, и враждуют с ними со старых времен. Это не только шейх Улясхар, это давно-давно. И тут кто-то может сказать, а при чем тут, допустим, ашариты? То есть это же просто он так говорит. Во-первых, он глава главной самой ашаритской институции, под которой огромное количество. То есть и так же, он ведь не один такой среди ашаритов. Подавляющее большинство современных ашаритов, они зашли так или иначе в модернизм. Все их лидеры, если поисследовать их слова, аль-буты отрицают казнь Муртадда и наступательный джихад и многое, что еще. Али и Джейфри, его слова известны, то есть он тоже там на вот этом масхабе поздравления иудеев и христиан и прочее, и прочее, то есть гуманистическом и так далее. И тому подобное, их очень много. Очень мало среди них тех, кто не вошел в эти вещи. Почему? Потому что они у ашаритов куда большая готовность искажать ислам ради каких-то сторонних идеологий. Почему? Потому что они один раз уже это сделали, когда пришли вот эти греческие, греческая философия была переведена. То есть они исказили ислам, стали отрицать качество Аллаха. И раз один раз они уже исказили основу религии, следуя за чужеродными идеями. Что им мешает? То есть у них куда большая готовность к этим искажениям, чем у саляфитов, которые говорят Коран и Сунна в понимании саляфов уммы. Когда мы вот этот вот кайд, условия, это понимание саляфов уммы, сейчас никто не придет и не скажет. Имам Ахмад разрешал поздравлять иудеев и христиан с их праздниками и запрещал такфиры иудеям и христианам. Этого человека поднимут на посмешище. Почему? Потому что все слова имама Ахмада, они известны и собраны. И также, также, скажите мне, кто из-за шаритов его порицает? Мы каждый день от них слышим хищные, яростные атаки на сторонников Сунны и Хадиса. И один из них говорит, что Ибн Таимия кафиры муджасим. Другие говорят, что Мухаммад Аль-Лахаб рог шайтана. Третьи порочат имама Ад-Дарими и называют его поклонником чего-то там, идолопоклонником. Четвертое, да и некоторые до имама Ахмада добрались. А кто порицает вот этого Зиндыка, который их лидер, их официальный лидер, теми же словами и в том же тоне, в котором он говорит про сторонников Таимии и Сунны? Не найдете? Почти не найдете. Может там какие-то там 0-0-0-0-1 процента? Такого нет. Поэтому я буду порицать всю эту группу его словами. Его словами и словами ему подобных их лидеров, которые почти не имеют никакого порицания. И буду говорить, современные ашариты говорят то, то и это. Поздравляют христиан с праздниками, отрицают наступательный джихад и прочее, и прочее. И это будет справедливый подход. Для сравнения просто, когда у саляфитов вот выходит, типа Мухаммад Алис. И Мухаммад Алис, он вообще, то есть на самом деле, он не саляфит, просто его силком назначили в комитет больших ученых Саудии. Он Ихван, бывший, который переметнулся и стал просто наймитом Ибн Салмана. Когда он выходит и говорит вот эти вещи про поздравления христиан, выходят саляфиты не из Саудии, потому что в Саудии они сейчас, кто скажет, сразу сажают, но из других стран. И делают ему такфир, опровергают его, порочат его, поносят его, делают ему табдер, предостерегают людей от него, пишут ему опровержения, записывают видео в его опровержения. А где, где, где ашариты, где, где? Вот где опровержение этому зиндыку, который действует уже много лет на посту шейху Ласхара, чел, отучившийся в Сарбонне. Вы знаете, где он ислам учился? В Сарбонне у французов на Востоковедческом. Жил в одной комнате, это известно, он сам, по-моему, рассказывал с какой-то французской девушкой. Это в зиндык. Поэтому, в общем, в общем, знайте, что Алиасхар в наше время, в принципе, и во многое другое время, но в разные времена было по-разному. Ну, бывали периоды, когда там были некоторые отдельные хорошие ученые, а Алиасхар в наше время, это прибежище вот таких людей, прибежище зла. И люди, которые хотя бы, хотя бы в чем-то, как бы, не соглашаются с этим злом, оттуда выдавливаются. И недавно был случай, там, пару лет назад, когда кто-то из устазов асхаровских сказал, что христиане кафиры, и поднялся шум, и Алиасхар выпустил официальное обращение, отрекаясь от этих слов и запрещая, такфир, христиан, свят Аллах. Алиасхар 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 Алиасхар